Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Это даже не вопрос, а просто вот ситуацию, проблему, которая у вас сложилась. Вы пишите, мне 25, есть ребёнок, есть муж. Вы знаете, такое ощущение возникло, что вы регальные свои перечисляете. Здесь мне 25. На первое место ставится возраст. Есть ребёнок, на первое место ставится ребёнок. Есть мой муж, муж на третьем месте после возраста. Мне хочется спросить, а вот кроме возраста, ребёнка и мужа, есть ещё что-то, что вас определяют? Кроме возраста, мужа и ребёнка, есть ещё что-то, что вы считаете важным в своей жизни? Долгое время я в ссоре сниму за каких-то мелочей или придираюсь к нему, как он говорит, выносим мозг. Смотрите, по ссоре это сразу идёт отсылка к психологической игре «Скандал». Вы можете сами почитать о ней в интернете. Вообще, вообще просто про супружеские психологические игры или брачные психологические игры. А что такое психологическая игра «Скандал»? Психологическая игра «Скандал» предполагает суррогат интимной духовной близости между людьми. То есть, когда люди боятся близости, когда люди боятся взгляняться, когда люди, ну как-то вот подсознательно, боятся какой-то боли из-за близости, боятся какого-то негатива из-за близости, боятся чего-то ещё, то в таком случае получается, что данная потребность, потребность близости замещается скандалом, ссорой. Вот. Ага. Связано это с тем, что человек боится близости раз, боится боли, которая, возможно, из-за близости. Человек не имеет личных границ. Два. То есть, чётко не определяется, где он, где другой человек. Где я, где ты. Где начинаюсь я и где заканчиваюсь я. Где начинаешься ты, где заканчиваешься ты. То есть, личные границы. Здесь вам я рекомендовал почитать книгу американского христианского психолога Талсенда, которая называется «Барьера». Рекомендую. Дальше. Придираюсь к нему. Придирки к гамму либо представляют собой ещё одну психологическую игру. КПР называется «Попался негодяй». Попался негодяй, попался сукин сын. А можете также эту игру про эту игру почитать в интернете. Связана она с тем, что человек боится поверить в то, что перед ним кто-то, кто, ну, не несёт ему негатива и вреда. Для человека проще верить и думать, что перед ним именно тот, кого он ждёт. То есть, вы своими придирками пытаетесь воплотить образ, с которым вам было бы, если бы не комфортно, не хорошо, не счастливо, то по крайней мере привычно. Как я думаю, этот образ вы взяли из своей семьи. Потому что в семье были скандалы, в семье были ссоры и вам проще придаваться к человеку, придав ему вид того, кого вы хотели бы видеть подсознательно. И, тем самым, имея по отношению к такому человеку уже готовую модель поведения. Дальше. Есть также с ним, который сокращенный, есть где ненависть. Не совсем понятно аноним, чья ненависть и по поводу чего. Но ненависть сама по себе является, как и любое чувство человеческое, зацикленным на самом себе. То есть вы ненавидите не человека. Вы ненавидите в себе то, что появляется в результате взаимодействия с человеком и лишает вас гармонию. Здесь, конечно, идет вопрос о личной ответственности. Здесь идет вопрос о разборе того, что именно вызывает ненависть, что именно вызывает вашу дисгармонию, ваш дисбаланс психологический. И ненависть призвана убрать этот дисбаланс для достижения гармонии. Не даром говорить, что ненависть слепа. То есть ненависть или по сути агрессия, защита, как любая агрессия и любая защита, доведенная до достаточно сильного состояния. Эта интенция является слепой, то есть абсолютно не рационализированной. И с этим тоже нужно разбираться. То есть как-то вот выводить в осознанность то, что вы ощущаете. Мы любим друг друга, пишите вы. В чем это проявляется? Вот я, например, вижу, что вы нуждаетесь в человеке. Я вижу, что вы пытаетесь через него реализовать свои какие-то потребности через него. Я вижу у вас проявление любви невротической, незрелой. Но хотелось бы знать, что вы вкладываете в это выражение «мы любим друг друга». Опять же, это значит «мы любим друг друга». Как вы можете говорить для другого человека? Вот видите, здесь проявляются ваши проблемы с личными границами. Нет никаких «мы». Есть «я» и «ты». И вы можете про себя сказать, что «я люблю». Да, может быть, вы любите, но вы не можете сказать про другого человека. Но вам хочется, чтобы любили вас. А это уже является следствием внутренних проблем. Так, но бывают недопонимания, когда я вдалеке друг от друга, либо когда я его злю. Опять же, понимаете, вот само понятие недопонимания, да, само понятие недопонимания, оно, как сказать, оно взято из деловых отношений. То есть, недопонять друг друга могут специалисты, когда они не договорились о, там, допустим, терминах или о точках взаимодействия. Недопонять могут друг друга люди, которые никак друг с другом не связаны эмоционально. И деятельность копёра, общая деятельность копёра связана с чем-то очень, таким, легко совершаемым, легко обозримым, легко изучаемым, да, вот и так далее. То есть, к примеру, я прихожу в магазин, да, ну вот сейчас это уже не работает, допустим. А раньше, когда до появления касс, вот таких касс, как сейчас есть, были прилавки, за прилавками стояли продавцы, и, соответственно, он просто говорил, что тебе нужно, они тебе это давали, сейчас кое-где-то тоже есть, в таких маленьких магазинчиках, вот. А, и, вот приходишь в такой магазин и говоришь, дайте мне, пожалуйста, три абрикосов. То есть, ты не говоришь, три чего абрикосов. Ну, понятно, что не три абрикоса, да, три килограмма, но человек даёт тебе три абрикоса. Это, вот это недопонимание. То есть, недопонимание, возможно, там, где есть объективные вещи, на которые люди смотрят одинаково, в силу того, что эти вещи одинаковые для всех. К примеру, те же абрикосы, они одинаковы для всех, то есть, независимости от того, кто вы, независимости от того, насколько разный взгляд у вас человека, вы согласитесь с ним в том, что абрикосы есть абрикосы, и что три килограмма абрикосов, это три килограмма абрикосов, это не три абрикоса. Недопонимание, о котором говорите вы, это не совсем та история. Недопонимание, о котором говорите вы, находится на более глубоком, на более интимном уровне. Это уровень эмоциональной близости, это уровень интимной близости и так далее. И здесь очень важно не пытаться понять другого человека, что невозможно, а понять в первую очередь себя, что несколько проще. И исходя из того, что вы поняли, действовать, действовать. И все. Вы же пытаетесь понять другого человека, через него, надеясь, достичь некой определенности. Но ее, этой определенности, к сожалению, не будет. Потому что определенность, вам, кто-либо, создать, не способны. Определенность, способность создать, только вы, сами. Дальше. Либо я его злю, ну, что значит, я его злю, да, то есть, зачем? Это очень похоже на поведение ребенка, которых пытается разозлить, разозлить родители, таким образом, привлечь к себе внимание. Вот. Пускай и в виде злости, да, но привлечь к себе внимание. Для чего вы его злите? Он говорит, что не может терпеть, когда я ему плачу мозг. Это его проблема, что он не может терпеть. Но и ваша проблема, что вы ему получите мозг. То есть, вы пытаетесь за счет него, выехать на своих каких-то проблемах. Больше всего я говорю ненужные слова, которые ранят его и злят его. Нет. Вы говорите какие-то слова, это ваша ответственность, но что-то они ранят и знаят его, это его ответственность. То есть, видите, проблема личных границ, она, ну, как бы, проявляется вот так. То есть, он, ваша злона, воспринимает на свой счет. То, что вы ему получите мозг, в кавычках, он тоже воспринимает на свой счет. Хотя, это ошибка. Это ошибка, потому что, что делать не в нем, а в вас. Но, мужчины это задевает. И отсюда, я с уверенностью могу сказать, что, если вы хотите сохранить свою семью, да, если вы хотите быть с этим человеком, если человек хочет быть с вами, если, как вы говорите, вы любите друг друга, то, при всех тех оговорках, которые я сказал, что вам нужно вдвоем обратиться к семейному психологу, и поработать. Потому что, то, что сейчас происходит, это тихий ужин, не дворно. Так, не подумав, правильно ли я сказала, и эту точку, где можно промолчать, я не всегда знаю, как будто нахлынет и все. Ну, нахлынет и все, это связано с тем, что вы свои эмоции стараете сдерживать, и корить, корить себя обвиняете. Когда эмоции сдерживаются, они потом, как правило, выражаются с двойной, а то и с тройной силой, к сожалению. Что касается того, что вы не знаете точки, где нужно промолчать, но здесь, опять же, вы говорите скорее про контроль, про контроль, потому что, зачем молчать, если вам хочется что-то выразить. Другой вопрос, что выражать нужно правильно. Здесь я бы рекомендовал вам изучить я сообщение. Это техника бесконфликтного общения, бесконфликтного взаимодействия. с людьми. Не только, не только с мужем, не только с мужем, абсолютно. Дальше, эм, так, значит, эм, скандал, либо молчание с его стороны. Ну, про скандал я не сказал, молчание, молчание здесь, есть анальное, анальное поведение, которое соответствует анальному типу личности. Можете почитать про анальный тип личности в интернете, я сейчас говорить об этом не буду, не буду. Где я выросла, в моей семье, были скандалы, крики. И вы воспоминали это на свой счет, и вы научились именно такому способу выражения эмоций, другого вы не знаете. Очевидно. Здесь справедливо, вот то, что мой коллега сказал по поводу родительского сценария. Вот я думаю, что у меня не получается, когда по-другому своему мужчину сказать, не обидив его, сказать что, не упрекнув его. Но техника, техника, я сообщение, я сообщение и отказ от родительского сценария. Это, в общем, не так сложно, как вы можете подумать, если у вас есть готовность и желание работать в этом направлении. Так, значит, не упрекнув его, плохо о нем думаю, негативно говорю с ним, а все получается так. Почему вы плохо о нем думаете, и почему вы негативно о нем говорите? Я корю себя за это, я не хочу... Так, корить себя обвиняете? Обвинение это невыраженная агрессия. Агрессия это защита, то есть где-то вы себя не защитили. Ну, надо подумать, перед кем вы себя не защитили и защитить, то есть прожить это. Скорее всего это родители. Но может быть что-то другое. Я не хочу, чтобы у нас были скандалы, я знаю, что проблема во мне, но не знаю, как ее исправить. Помогите. Заранее спасибо. Аноним, вы правда считаете, что вашу проблему можно решить одним ответом на вопрос? Вы правда так считаете? Потому что по тексту получается, что именно так вы считаете. если так, то нет. Нельзя вашу проблему решить одним ответом. Да, вы можете почитать те вещи, которые я сказал, да, вы можете получить некое представление об этом. Но полностью проблема решится только если вы оба обратитесь на сами консультацию. или хотя бы вы плотно займетесь этим вопросом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч!